Привет! Это фрилансер по жизни. Где же лучше работать? На фрилансе, либо в офисе компании? Давай разберем основные отличия и попробуем ответить на этот вопрос. Впереди у нас 9 глав и содержание в описании к видео. Готовы? Вперед! Важным пунктом при выборе своего пути является твоя способность к самоорганизации, либо нужда в контроле. О чем идет речь? Дело в том, что к рабочим графикам, начальникам, коллективам мы более или менее приспособлены с детства. Это и детский сад, школа, универ. С фрилансом немного другая история. Дело в том, что фрилансер сам себе босс и подчиненный, сам себя нагружает работой и назначает отпуск. Это подходит далеко не всем. Я знаю огромное количество людей, которые при всем желании не способны прилежно работать, если их никто не контролирует. Из-за неспособности к самоорганизации, таким людям проще работать в офисе. Там есть четкий рабочий график, начальство, которое говорит, что и когда делать, оборудованное рабочее место, даже кофеварка. Стоять. Это получается, что компании состоят из людей, которых надо постоянно организовывать. Так что первым делом тебе нужно понять, насколько у тебя развита способность к самоорганизации. Только не надо путать это с ленью. Я вот, например, очень ленивый человек. Чтобы понять, насколько я ленивый, посмотрите на мой шкаф. Тут даже дверей нет. Так вот, несмотря на мою лень, мне намного проще самостоятельно организовывать свою работу и отдых. В любом случае, не спеши делать выводов. Мы только начали. Итак, представим себе, что профессия выбрана, обучение пройдено, и ты думаешь над тем, где же легче начать свою карьеру. Если ты не знаешь, какую специальность выбрать и с чего начать обучение, обязательно посмотри выпуск «Как стать IT-специалистом с нуля». Итак, давай рассмотрим основные отличия старта твоего пути в офисе и как фрилансер. Для этого я собрал несколько основных требований, которым нужно соответствовать, чтобы получить работу. Для фриланса это владеть практическими и теоретическими знаниями по своей специальности. То есть уметь делать то, чем ты решил заниматься. Иметь доступ к необходимым инструментам, то есть купить, одолжить, взять в аренду все необходимое для выполнения заказа. Найти рынок сбыта своих услуг, то есть зарегистрироваться на фриланс-биржах, либо других площадках, где ты сможешь предлагать свои услуги. Иметь базовые устные и письменные навыки коммуникации, то есть уметь пообщаться с потенциальным клиентом. Пример. Ты художник, соответственно, ты должен уметь рисовать, и у тебя должны быть все необходимые кисточки и краски. Также ты должен быть готов предоставить свои услуги потенциальному клиенту. Требования для старта карьеры в офисе крайне разнообразны в зависимости от конкретной фирмы, но я постарался выбрать основные. Тебе также нужно владеть всеми практическими и теоретическими знаниями по своей специальности, но именно теми технологиями и подвидами, которые требует определенная вакансия. Помимо этого, у тебя должны быть знания определенных программ и практик, которые используются в конкретном офисе. Знание английского языка. В самом знании языка ничего плохого не вижу, но тем не менее это дополнительное требование. Также ты должен быть молод. Этот пункт особо нигде не озвучивается, но практика показывает, что его стоит сюда включить. Ну и обязательно ты должен быть командным игроком. Для компании это намного важнее, чем твои знания и умения. Дело в том, что руководству необходимо безболезненно управлять коллективом. И всякие выскочки, и люди, у которых амбиции выходят за рамки компании, скорее всего будут отсеяны. Пример. Ты программист. Соответственно, ты должен владеть именно тем языком программирования, который указан в вакансии. Также владеть знаниями различных офисных программ для работы в команде. Как правило, быть молодым и знать английский. Любить работать в коллективе. А твои амбиции не должны выходить за рамки компании. Подытожим. На первый взгляд, пункты фриланса выглядят не такими пугающими. Фактически, тебе нужно быть специалистом своего дела, и ты можешь уже стартовать свою карьеру на фрилансе. Но тебе самому придется искать клиентов, оборудовать свое рабочее место, вести бухгалтерию и так далее. Компания же обеспечивает тебя работой и всем необходимым для ее выполнения. Но ей нужен не просто специалист, а именно работник. Человек, который сочетает в себе все пункты требований, а также обладает качествами, которые зачастую абсолютно не связаны с работой. Где будет проще стартануть именно тебе, зависит от тех навыков и способностей, которыми ты уже обладаешь. В предыдущей главе мы не учли огромное количество факторов и нюансов, и рассмотрели старт карьеры, так скажем, при идеальном кандидате. Давай же добавим к этому правду жизни. Скажем, ты живешь в небольшом городе, либо не в городе вообще. И для того, чтобы устроиться в хорошую компанию, которой в твоем селе даже не пахнет, тебе приходится переезжать, либо доезжать. В любом случае, доступность работы в компании для тебя понижается, так как ты будешь тратить больше времени на добирание на работу, либо нести финансовые потери на аренду квартиры, либо транспорт. Что, если тебе уже не 20 лет, и ты живешь со сознанием того, что сделал неверный выбор и отдал молодые годы нелюбимой профессии, но все же собрался с мыслями и решил все поменять для того, чтобы достойно обеспечивать семью? Сожалею, но конкурировать за место в компании будет сложнее из-за возраста и уже сложившихся привычек. Или же ты молодая мама и хочешь заниматься делом не в ущерб воспитанию малыша? Скорее всего, офисный график тебе не подойдет. Что, если у тебя проблемы со здоровьем? Ты маломобилен или же просто тебе некомфортно работать с людьми? Думаю, двери компании для тебя закрыты. Уверен, таких людей, как ты, в разы больше, чем молодежи, только что закончившей столичный вуз. Для нее открыты все двери. Но что же делать тебе? Я родился и вырос в маленьком городке 10 тысяч населения. И шансов стать успешным айтишником у меня было немного. Но на своем примере хочу тебе сказать. Фриланс уравнивает всех. Клиенту на фрилансе абсолютно не важно, сколько тебе лет. И какой вуз ты закончил, и закончил ли вообще. Ему не важно, как ты выглядишь, в какие вещи ты оден. Все, что ему важно, это качественно выполненный заказ. Поэтому, если мы говорим о доступности для действительно широкой массы абсолютно разных людей, то, по моему мнению, тут фриланс имеет явное преимущество. Так что, кем бы ты ни был, где бы ты ни жил, и чем бы ни занимался ранее, на фрилансе все равны. Ты, как и любой другой человек, можешь свободно работать и достойно зарабатывать. Родители всегда говорили мне, нужно работать в большой компании, стабильность прежде всего. И сложно с ними не согласиться. Работа в крупной компании, на первый взгляд, выглядит намного стабильнее, чем фриланс. А имея прогнозируемый доход, намного проще планировать свое будущее, быть уверенным в завтрашнем дне. А тут еще и страховка, и пенсия. Именно из-за отсутствия стабильности заказов, многие новички бросают фриланс в пользу офиса. В то же время, многие специалисты уходят из офиса на фриланс из-за недостатка свободы. Вот тебе моя история. Как и хотели родители, в 2003 году я еще, учась в университете, начал работать в большой компании по производству автомобилей. Трудился я в отделе таможенного оформления, который считался престижным. Отличный коллектив, неплохая зарплата, скорое повышение и служебный автомобиль. Не работа, а мечта, особенно в моем маленьком городе. Но становилось скучно. Работа была не всегда, а офисный график требует от тебя сидеть от звонка до звонка. И именно в тот момент из-за скуки я и начал захаживать на фриланс. На тот момент я не был специалистом по созданию сайтов, так, самоучкой. Но мне удавалось взять 1-2 заказа в месяц. И я даже представить себе не мог, как круто это изменит мою жизнь. В 2008 году случился экономический кризис. Наш завод практически остановился, начались сокращения. И в тот момент я живу с будущей супругой на съемной квартире. И только мои начинания на фрилансе помогли мне остаться на плаву. Я уже горел идеей работать, не выходя из дома и достойно зарабатывать. Так на завод я больше и не вернулся. В августе того же года я заработал на аренду квартиры. А уже в декабре стал зарабатывать в 2 раза больше, чем зарабатывал на заводе. И что самое главное, сегодня 2019 год, а я все еще фрилансер. Чем не показатель стабильности? Моя история должна показать тебе, что случится может все что угодно. И не имея навыков работы в поле, то есть самостоятельно, можно в секунду остаться за бортом. Подумай над тем, что ближе тебе. Риск ради свободы реализации и развития своих возможностей как фрилансер, либо относительная стабильность под крылом большой компании. По результатам поисков Google я выяснил, что жители постсоветских стран тратят на работу около 6,5 лет своей жизни. На первый взгляд звучит немного, но если подумать, что подсчет ведется с 20 до 65 лет, а еще треть жизни мы спим, то получается, что работа забирает почти все активное наше время. Поэтому очень важно, чтобы находясь на рабочем месте, ты чувствовал себя уютно. Современные компании понимают это, поэтому формируют рабочий процесс и оборудуют свои офисы так, чтобы работать было комфортнее. Как правило, твое рабочее место будет полностью оснащено всей необходимой техникой, а в перерыве ты сможешь попить кофе из офисной кофеварки, снять стресс в спортзале, либо рубануться в PlayStation. Также компании постоянно декларируют дружественный коллектив, совместные развлечения, так называемые тингбилдинги, обучающие курсы, возможность переехать в другой город, либо в страну, где находятся офисы компании и многое другое. Добавляем к этому, что компания ведет за тебя бухгалтерию, оплачивает премии, устраивает корпоративы, дарит подарки на день рождения. В общем, рай, а не работа. Что же может предложить тебе фриланс? А ничего, и одновременно все. Выбрав карьеру фрилансера, ты автоматически лишаешься всех без исключения приятных офисных плюшек. Так что же комфортного на фрилансе? Начнем с того, что к 6,5 годам нашего рабочего времени стоит добавить еще время, которое мы тратим на добирание до нашего комфортного офиса. А это приблизительно еще 2 года стояния в пробках, метро, либо маршрутках. Работая удаленно, ты однозначно проведешь это время комфортнее. Рабочий график. Формируй его сам. Лень вставать по утрам не проблема. Работай тогда, когда это удобно именно тебе. Идем далее. Рабочее место. Вспомним знаменитую поговорку. Везде хорошо, но дома лучше. Что может быть комфортнее, чем твой собственный дом? Там ты можешь быть самим собой. Работать в одних носках или совсем без них. Настроить комфортную температуру, включить любимую музыку, питаться любимой домашней едой. Работать на своем собственном компьютере с помощью любимых программ и инструментов. Дружественный офисный коллектив это замечательно. Но что если он не совсем дружественный? Все мы люди и рано или поздно становимся героями офисных сплетен. Что точно не прибавляет комфорта к работе. Отдых либо отпуск. Тут тоже комфорт на стороне фриланса. Почему? Потому что фриланс сам себе назначает отпуск. То есть он может уехать тогда, когда ему хочется. Либо когда крутые скидки. Мое личное мнение состоит в том, что компания действительно обеспечивает тебя всеми атрибутами комфортной жизни. Но не самой жизнью. Мне приятнее видеться с друзьями, а не с коллегами. И именно тогда, когда этого хочется. Ездить в другие города и страны отдыхать, а не работать. Иметь возможность распределять время и заработок так, как это нужно в данный момент. Да, взамен мне приходится искать клиента, ввести бухгалтерию. Но черт возьми, оно того стоит. Ну а купить домой PlayStation это вообще не проблема. Где комфортнее будет именно тебе, решай сам. Мы все разные и это здорово. По моим наблюдениям, уровень заработка одного и того же специалиста в офисе компании на фрилансе будет примерно одинаковым. Соответственно, уровень твоего дохода будет зависеть от того, насколько ты развит как специалист. В компании тебя повышают и дают больше оклад. На фрилансе ты сам себе поднимаешь цену, когда считаешь нужным. Но есть одно существенное отличие. Уровень зарплаты в компании ограничен регионом, страной, конкурентами, либо же желанием руководства. Фрилансер же может предлагать свои услуги по всему миру абсолютно без посредников. А это значит, что приложив усилия, можно выйти на рынки, где за твою услугу заплатят намного больше, чем в локальной компании. И несмотря на то, что найти дорогого клиента самому в разы сложнее, чем в составе фирмы, но у фрилансера точно есть такая возможность. Что же означает работать в компании удаленно? Ты все так же будешь работать в компании, но без посещения офиса. Требования к удаленному сотруднику все такие же, как и к локальному. Но здесь намного больше доступности. При этом все плюсы стабильности остаются. Что же касается комфорта, ты, конечно, потеряешь часть офисных плюшек. Но при этом тимбилдинги, премии, обучающие курсы и так далее остаются. Отличия от фриланса уже не такие явные, но они все же есть. Да, тебе не нужно добираться на работу, что невероятно круто. Но скорее всего у тебя останется офисный график, коллектив, который пусть и не находится с тобой в одном помещении, но он все же есть. Все практики и программы тоже придется использовать те, которые использует компания. Уровень оплаты и отпуска тоже регулирует фирма. Стоит ли называть удаленку золотой серединой? Возможно и стоит. Но лично для меня компания и в Африке компания со своей бюрократией, начальством и отпусками, когда скажут. Лично мне было бы еще сложнее выполнять все эти правила, сидя у себя же дома. Но как промежуточный этап между офисом и фрилансом однозначно стоит рассматривать. Мы с тобой уже разобрали немало информации и отличий между офисом и фрилансом. Пришло время заглянуть в будущее и понять, что нас ждет впереди каждой из дорог. Успешная работа в компании подразумевает карьерный рост. Сначала ты сеньор, ну да. Сначала ты джуниор, потом мидл, потом сеньор, потом лид и так далее. Это влечет за собой повышение зарплаты и улучшение условий труда. Возможно переезд в другой город либо страну. У фрилансера же нет никаких делений на классы и сословия. Уровень дохода зависит от твоего мастерства, ответственности и от уровня рынка, на который тебе удалось выйти. А условия труда зависят от того, насколько эффективно ты научился управлять своим временем. О способах эффективного управления временем для работы и отдыха я расскажу в отдельном выпуске. Но есть отличия, которые на мой взгляд серьезно влияют на перспективу. Фрилансер по сути и есть компания, только в составе одного человека. И поработав определенное время, этот человек получает хороший навык общения с клиентами и ведения бухгалтерии. В отличие от офисного работника, фрилансер это отдельный самостоятельный специалист, способный найти работу, обработать ее, качественно выполнить и получить оплату. Добавив к этому способность к самоорганизации, мы получаем потенциального лидера. По своему духу и способностям, а также вместе с полученными навыками и опытом, фрилансеру при желании намного проще вырасти в отдельную большую фирму со своим штатом и со своим офисом, как бы странно это ни звучало. В целом, офисы фриланс можно сравнить с телевидением и ютубом. На телевидении тебе предоставят все. Оборудование, студию, зрителей, хорошую зарплату. Но взамен потребуют четко соответствовать формату данного канала. На ютубе же тебе придется все сделать самому, но у тебя не будет никаких ограничений. И какой путь бы ты не выбрал... Извини, пожалуйста. Да, привет. Видосик снимаю. Чего? Да, конечно, без проблем. Поехали. И какой путь бы ты не выбрал, помни. Живи, а работай в свободное время. Субтитры сделал DimaTorzok